Что означают финансовые санкции, которые США наложили на высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел и представителей Альт-Инфо? Это строгие санкции. Эти люди попали в глобальный акт Магнитского, в который включены известные нарушители прав человека. Чтобы попасть в этот список, человек должен достигнуть многого в сфере нарушения прав человека и заниматься деструктивной деятельностью. Если у них есть какое-то имущество или финансовые активы на территории США, они автоматически блокируются. Кроме того, американским компаниям, юридическим и физическим лицам строго запрещены любые финансовые или экономические отношения с ними. Попасть в этот список очень сложно, а выйти из него еще сложнее, фактически невозможно. Таких случаев нет. Соответственно, эти санкции являются очень строгими. Печально, что они коснулись граждан Грузии. Особенно печально и даже иронично видеть, что высокопоставленные чиновники того департамента Министерства внутренних дел, которому вменено контролировать правопорядок и защищать мир на так называемой разделительной линии, подверглись санкциям. Эти люди попали в список наряду с двумя предателями, известными российскими агентами. Это болезненно. Однако эти люди заслужили санкции. Ранее представители грузинской мечты утверждали, что санкций не будет. Теперь они увидели, что санкции реальны. Это предупреждение для правоохранительных органов, что следующим может быть любой из них. Национальный банк заявил о том, что представители финансового сектора Грузии соблюдают требования международных санкций. И в то же время они говорят, что санкции вступят в силу только после обвинительного вердикта грузинского суда. Как это понять? В прошлом году было дело бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе. Тогда Натья Турнава подписала приказ, который явно носил политический окрас. Имею в виду заявление, что санкции вступят в силу после обвинительного приговора. В этом году повторяется то же самое. Причем тут грузинское законодательство? Не существует механизма в Грузии, который позволяет завести дело после санкций США или ЕС. Санкции принимает Управление по контролю за иностранными активами казначейства США. Заявление Национального банка практически не имеет силы. Оно только вызвало колебания на рынке. Когда были объявлены санкции, курс валюты оставался стабильным на протяжении всего вечера и следующего дня. Однако после неоднозначного заявления Национального банка, рынок отреагировал и Ларе упал примерно на три пункта. Указ Нацбанка является политически мотивированным. Он не сможет ограничить банки в исполнении санкций. Что ужаснее для банка? Невыполнение международных санкций или невыполнение указаний Национального банка, за которым может последовать только штраф? Отразятся ли эти санкции на нас с вами? Представьте, что у вас есть сбережения в банке. Вы понимаете, что он не собирается выполнять санкции или нарушил закон. Первое, что вы делаете – выносите свои сбережения из этого банка, верно? Так поступают многие. Для коммерческого банка наступает критический момент. Это очень хорошо понимают как в Национальном банке, так и в коммерческих банках. Не говоря уже о крахе экономики и резком ухудшении инвестиционного климата. Кризис не интересует наши политические вкусы. Мы будем страдать, несмотря на ту поддерживаемую позицию или правящую партию. Ассоциация банков сделала, конечно, сухое заявление. Но главное, они все же сказали, что обязательно будут соблюдать американские санкции. Это, кажется, успокоило рынок. Но с выходом двусмысленного заявления Нацбанка ситуация стала нестабильной. Я надеюсь, что банки закроют счета лицам, попавшим под санкции. Они не смогут пользоваться картами Visa и MasterCard. Не исключаю, что их уволят с работы и найдут новых сотрудников. Если банки продолжат сотрудничество с лицами, попавшими под санкции, возникнут ли проблемы у населения с использованием Visa и MasterCard? Теоретически, если банк обслуживает лицо, попавшее под санкции, Министерство финансов США узнает об этом, оно может ввести и вторичные санкции, как минимум ограничить международные переводы. Также под угрозой окажется использование международных карт. Оба эти сценария будут крайне тяжелыми. Сегодня, когда мы что-то покупаем на сайтах, мы даже не обращаем внимания на то, как все упрощено. Но что происходит в это время? Деньги с нашего счета в ларе конвертируются в доллары, которые переводятся на счет какой-либо компании в Соединенных Штатах. Для этих переводов грузинские банки используют так называемые корреспондентские счета. Это американский банк для переводов в долларах и немецкий банк для переводов в евро. Если эти банки обнаружат, что их клиенты не исполняют санкции, они, конечно, сочтут это ненадежным и заблокируют эти переводы. Мне не нравится рисовать апокалиптические сценарии, но я хочу, чтобы зритель понимал, с каким риском он сталкивается. Например, возьмем Беларусь. Не все же граждане и не все банки под санкциями, но у них все равно есть проблемы. По всему миру белорусы не могут пользоваться картами и используют только наличные. Мы привыкли к комфорту и, конечно, не хотим это терять. Это хорошо понимают и наши коммерческие банки. Помните, весной в период акций протеста в Тбилиси заместитель госсекретаря США сделал заявление о возможных санкциях, что привело к падению стоимости акций наших компаний на лондонской фондовой бирже. Это стало уроком. Исходя из этого, стоит игнорировать указания Национального банка и выполнять санкции. Нельзя сравнивать те потери, которые банки понесут, если не выполнят санкции. Насколько уже принятые санкции тяжелы для страны с экономической и инвестиционной точки зрения? Представьте, что вы крупный инвестор и планируете инвестировать в страну, которая для вас новая. Вы узнаете, что высокопоставленные лица этой страны под санкциями – депутаты и представители СМИ. Вероятно, вам не захочется идти в такую страну. При этом предвыборная риторика грузинской мечты строится на том, что в стране должен быть мир, то есть существует ожидание войны. Инвестор, который хорошо не знает грузинскую политику и наблюдает за событиями поверхностно, понимает, что если определенная сила не выиграет выборы, может разгореться война, и он никогда не инвестирует в такую страну. Это негативно сказывается на инвестиционном климате, как и многие уже принятые меры, так называемые законы об иноагентах и приостановления переговоров с ЕС. К сожалению, грузинская мечта действует, исходя из собственных политических интересов, а не экономических интересов страны.